Ну что ты, Мируска, пришла ко мне? Что такое? Кушать хочется, да? Да кушать-то сварилась, только остывает. Сейчас стало очень много есть, ведет меня мягко. Ну пойдем, подводит меня каждый раз в кастрюле, а я вот подхожу, она еще, видите, остывает, горячая, Мирунка, я ж не могу на нее сесть на кастрюльку, ну она еще должна не только остыть, она должна настояться. Кашка закрыта, когда с крышечкой специально, я могу крышку открыть, она быстро остынет, но кашка не настоится. Знаешь, что такое настоится кашка? Ну так, когда ты смотришь на еду, а не ешь ее, понимаешь? А я понимаю, что тебе надо кормить твоих детишек, пойдем посмотрим. Понимаю, что ты три раза в день ешь, а двое-то четыре. Вот они, кнопки. Понятно, что ты не для себя бросишь, а для них. Все это понятно. Кто там у нас такой? Мажорка или Спиридон? Это Шурка, это Мажорка, это Лирочка, а это Спиридончик. Мирка смотрит на меня, так думает, что за имена какие-то? Мира, да и все. Спиридон, Мажор. Что такое Мажор? Мажор? Ты не знаешь, что такое Мажор? Мирка, это твой Журка. Вот кто Мажор. А маленькая Журка, Мажорка. Понимаете? Маленький Журка, Мажорка. Сокращенно. Пойдем попробуем, а шкафка уже остыла. Пошли, пошли. Мы уже третий раз подходим к кастрюле. Правда, каждые пять минут. Но уже за ручки можно взять, можно вынести на улицу. Я, конечно, за рукой не возьму, надо двумя. Мирочка. Ну, это вот косточки я отобрал. Я косточки тебе не даю, не рискую. Колбаски бы тебе, да. Может быть, в промежуточек, пока кашка остынет, дать тебе кусочек колбаски? Будешь колбаску? Ага, головой махнула, будет. Ну, ладно, есть у меня тут немножко колбаски. Тебе какую, Миронька? Домашнюю или ливерную? Какую ты больше предпочитаешь? Ливерную? Да? А домашнюю будешь? Не будешь? Ну, а ливерную тебе? О, домашнюю не хочешь. А знаете, потому что там чесночок ее отбивает. А вот ливерная, она миленькая. На тебе. А за это время и кашка остынет. Это лирик вот таким. Он любит домашнюю колбаску. Вот какая-то... Домашняя, ливерная, да. А это домашняя... Домашняя. Домашняя, не ливерная. А, оказывается есть домашняя ливерная, а есть не ливерная. Блин, сколько науки у колбасе, оказывается. Ну что, еще на один кусочек. Все, и до вечера не просил мне ничего. Оказывается, у нас такой холодильник. Он поставлен... Знаете, как вот... Ну, телефону ставишь на подзарядку. А у нас он на колбасу подзаряжается. Вот проходит там пять часов. Открываешь холодильник. Раз. А там колбаса. Сейчас я такой кошелек проектирую. Ставишь на подзарядку. На ночь. Утром просыпаешься, а он полный денег. Вот сначала пока на колбасе тренируешь. Вот. Открою через пять часов. А здесь будет полная тарелочка колбасы. Ну что, Миронька. Так. Можно выносить. Нет. Одной рукой не вынесу. А двумя. Надо телефон выключать. Это потом монтировать. Кадры. Целая история. Как же быть? Ладно. Выключу. Смонтирую. Все. Вот она. Твоя кашка. На улице. Тут у нас еще заливное. Из рыбы. Охраняй. А то он уже любопытный. Сейчас приду. Кто-то уже идет. О. Марсик. Сейчас еще кто-нибудь. Лирик. На запах. Кашка-то, видимо, запах дает. И они вон сразу же... Марсюнчик. Это Мирочки. У вас отдельная кашка. Лирочек. А тебе косточки я дам. А тебе... Что дать? А тебе я дам обещание. Что чем-нибудь дам. Понял? Тебя устраивает это? Теперь они будут охранять эту кашу. Мирка. Ты главная по охране. Лирочек. А ты старший по охране. А ты за вход. Будешь количество каши учитывать. Понял? А тебе что поручить? Тебе кроме розовых подушек нечего поручить. Будешь просто смотреть. Понятно? Ну, Миронька. А ты командуй всеми. А я пошел. Куда? Куда ты намылился? Там дети маленькие. Мирка не пускает. Все. Сидите и охраняйте кашу.